Вау, что это был за эпизод не только Повелителей воздуха, но и телевидения. Для меня это был лучший эпизод сериала до сих пор. Он был трогательным, напряженным, эмоциональным и эпическим. Сосредоточившись на миссии Стотой эскадрильи в Мюнстере с целью разрушения железнодорожного узла, мы стали свидетелями, как отряд поднимался в воздух намного чаще, чем они считали верным. Баки вернулся на базу после вести о случившемся с Баком. Мы увидели его борьбу с мыслью о его потере, избитом во время миссии в Бремене. В этом эпизоде было столько тем для обсуждения, давайте обсудим. А еще отмечу, что меня удивило в этой недельной статье. Итак, начнем обзор. Повелители воздуха. Пятый эпизод. Объяснение концовки. Это видео содержит спойлеры. Просто, чтобы вы были в курсе. Миссия в Мюнстере, сосредоточенная на выполнении задачи. Мюнстер, где ясно видно усталость отряда, почти без перерыва выполнялись задания, думая, что это неправильно. Оранжевое свечение, которое часто появлялось, было похожим на навязчивое напоминание о том, что их жизнь может закончиться через несколько мгновений после оранжевого свечения. В небе мы видели послание, которое являлось одним из лучших моментов шоу. Из 100-го отряда в небо было отправлено 13 самолетов, и вернулся только один – Розенталь. Сцены, где немецкие истребители приближались, внушали страх. Трудно даже представить, каково было видеть такое. Мы были в шоке от увиденного, и могли лишь предполагать, каково это – столкнуться с таким страхом. Самолеты выглядел малочисленным, понятно, почему их легко уничтожали. Полное опустошение. Места, где самолеты просто взрывались. Парашюты не могли раскрыться. Люди горели внутри. Ужасно представить. Пронзительный момент. Вокруг Розенталя лишь обломки. Обломки были когда-то самолетами. Люди внутри исчезли. После этого момента увидели, что Розенталь – единственный в небе. Все остальные были сбиты. Только экипаж Розенталя вернулся из миссии. Когда немецкие истребители двигались в их сторону, пытаясь уничтожить последних из ста, было ощущение момента, как в дикой природе – хищник и жертва. Розенталь и его экипаж выглядели такими уязвимыми в небесах. На открытой местности, один на один, наблюдая за тем, как немецкая оппозиция просто гонится за ними, пытаются сбить их. Мы наблюдали за этой звериной атмосферой. Это разворачивалось. Во время этой сцены был момент, когда все замедлилось, и мы увидели Розенталя, который смотрел на немецкого пилота. И их взгляды встретились, когда они пролетели мимо друг друга, что, я думал, было милым жестом. Часто, когда ты в воздухе и наблюдаешь за подобной сценой, ты не думаешь о людях за внешней оболочкой. И это показало, что с другой стороны тоже были люди, показывая, что это была среда. Убей или будешь убит. Это был определенный эпический момент, и видеть, как легендарный Розенталь и его экипаж возвращаются в безопасность Торп Эбботс было интересным. Невероятный момент, который также был полон смерти, ужаса и печали. Миссия в Мюнстер превратила стой бомбовый отряд в известную затрудненную группу, мрачно известную многочисленными жертвами и смертями. Оттуда он также стал известен как проклятый подразделение, где вы не захотели бы с ним связываться. Выполненная миссия была самой жестокой атакой Люфтваффе, наблюдаемой в то время, и считаю, что сериал это точно передал, потому что это выглядело как борьба за выживание. Сцена на земле, когда Розенталь вышел из самолета и смотрел на последствия для всех, кто был с ним на борту. Это был просто шок и ужас, и это пронзало меня во время просмотра. Перед выполнением этой миссии мы увидели Гарри, вернувшегося из Бремена, где все приняли его за мертвого, но это было неверно. По возвращении его повысили до штурмана группы, больше не приходилось взлетать. Он занял место своего друга Бабблза, который подарил ему счастливый снежный шар в больнице. Круз вернул снежный шар Бабблзу, считая его хорошим знаком. Но в этот раз Бабблз не вернулся и стал одной из жертв миссии в Мюнстере. Это было напоминанием, как Гарри мог бы быть убит в воздухе, если бы поднялся в небо в тот день и не получил повышения, показывая, как можно умереть мгновенно. Даже не предвидя этого. Был еще один момент, когда мы увидели, что один из членов в экипаж просто болтал, а потом ни с того ни с сего сдуло половину его лица, и он мгновенно умер. Он показал истинную жестокость войны и разрушения, которые она может принести. Но она также показала жертвы, которые принесли эти люди, и храбрость, которую они все имели, то, что никогда не должно быть забыто. Образ мышления Баки во время этого эпизода, большое внимание было сосредоточено на Баки. Он оплакивал своего друга Бака, так как не знал, умер ли он или погиб. Говорили, что отряд считал Бака непобедимым, и если возможно, что он не сможет вернуться, то какие шансы были у остальных? Так что это сильно изменило мышление группы. Что касается Баки, то после того, что случилось с ним, он чувствовал, что хочет отомстить за то, что случилось с его другом, поэтому это было то, от чего он не собирался отступать. Мы провели больше времени с Баки на земле, и он был не тот, кем был при первой встрече. Баки потерял улыбку, эмоции стал холодной оболочкой прежнего. Потеря близкого в войне сделает то же с вами. Хотя Баки не показывал, глубоко внутри он был ранен. Его самолет подбили, и команда вынуждена покинула его в воздухе. Последнее, что видели, Баки открывает парашют в Германии. Было впечатляюще наблюдать его падение с неба и открытие парашюта. Теперь Баки в вражеской зоне. Должен найти выход, надеясь выжить. Это будет арка истории, за которой будет так интересно следить до конца сезона. Баки был лидером среди статух, так что поскольку его больше нет, это заставляет меня задаться вопросом, как группа собирается двигаться вперед. Поскольку весь опыт, который когда-то был, больше не кажется присутствующим. Общий обзор. Я думаю, что этот эпизод был просто невероятным. Я был так эмоционально тронут тем, что я посмотрел, и в то время, как некоторые эпизоды сделали, я был близок к тому, что я чувствовал. Это действительно попало в точку. Опасность, которая присутствовала, и страх, и в то же время храбрость, которые были у всех этих людей. Мне больше всего запомнились моменты, когда немецкие истребители шли прямо, и они шли плотно и быстро. Другой случай произошел, когда обломки самолета, в котором находились их друзья, просто плавали вокруг них, а также когда Розенталь встретился взглядом с немецким пилотом. Я бы также сказал, что когда Кротс прочитал письмо Бабблза, он написал своему партнеру дома, когда думал, что тот мертв. Это был эмоциональный момент, когда мы почувствовали боль Гарри. В этой серии мы увидели небольшой конфликт в группе и менталитет новых рекрутов, когда новые рекруты приходят и заменяют бывших участников. Что, как представляется, что будет присутствовать? После выпуска прошлой недели, когда мы не были в небе, просмотр воздуха был мощным. Шоу действительно становится лучше каждую неделю, видим все больше жестокостей Второй мировой. С высадкой Баки в Германии. Интересно, как он будет искать путь к спасению. Вот и все, объяснение финала пятого эпизода «Властелинов воздуха». Хотите больше видео о «Властелинах воздуха»? Нажмите на карточку в углу.